Закончим эту тему относительно Царства Небесного. Давайте откроем в нашей последней сессии сегодняшней, на последнем занятии, откроем ещё несколько мест Писаний. К примеру, 1 Петра, 2 глава, 19 стих. 1 Петра, 2 глава, 19 стих. Написано, слог слугам, 18 стих. Слуги, со всем страхом повинуйтесь господам, не только добрым и снисходительным, но и жестоким, потому что эта честь, если сознательно ради Бога, сознательно, сознательно, ради Бога, если кто сознательно ради Бога переносит муки, страдая несправедливо. муки, сум, смуток, журба, печаль, скорбота, страждание, мука, тортуры, катувания, бель. Видите, это слово, которое не только звучит как муки, даже если кто ради Бога переносит катувание, боль, тортуры, 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 это, по-моему, в русском языке, а, пытки, да. Скорбота, страждание, журба, печаль, сум. И всё это ради Бога, потому что страдая, даже если мы страдаем, и страдаем несправедливо. Даже если сегодня кто-то пострадал несправедливо, правда, Павел делает оговорку, смотрите, чтобы кто у вас не пострадал, как вор, или человекоубийца, или злодей, понимаете? А если за веру и страдаете несправедливо, то это только во славу Бога. Ибо что за похова, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, вы терпите это угодно Богу. Ведь к этому вы были призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы вы следовали по Его стопам. Он не содеял греха, и не было лукавства в устах Его. Будучи злословлен, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал судящему правильно. Судящему с большой буквы. Он грехи наши сам вознес своим телом на древо, чтобы, умерев для грехов, мы жили для праведности. Ранами Его вы были исцелены, ибо вы были, как овцы блуждающие, но возвратились теперь к пастырю, к блюстителю душ ваших. Слово «блюститель» – «охоронец», «спостригач», «доглядач», «сторож», «епископ». Здесь много значений этого слова. И в греческом, правда, это даже «епископос». То есть «епископ» – это тот, кто охраняет, заботится. Что? Смотритель. Да, «смотритель», «доглядач», «сторож». Еще одно хорошее местописание о том, что Царство Небесное действительно подвергается насилию, потому что оно внутри нас есть. Но Он говорит и призывает нас. Терпите. Не отвечайте взаимно. Если гневаются на вас, терпите. Потому что придет время, в его время Бог сам вас даст. Говорит, «мое отпущение». Почему? Потому что Бог будет делать неоднократные попытки к тому, чтобы и того человека привести к покаянию, к спасению. Потому что когда когда привели женщину, застегнутую в прелюбодеянии, идти требует, а ты что скажешь? Много чего мог бы сказать им в ответ. Но Он перстом молча писал на песке. И когда писал на песке, те, конечно, те смотрели, что он там пишет. Он же не просто нарисовал птичек. Писал на песке. Он мог написать место описания, где сказано. А чего же вы привели ее одну? Сославшись на то, что если кто-то застегнут в момент прелюбодеяния, в момент, то должны побить таких камнями, обоих должны побить камнями. Обоих? Не одну ее. А где же второй? Он даже мог написать имя второго человека, который был с нею. Они посмотрели, а да он все знает, оказывается. Братцы, мы не туда попали. Эта ситуация очень для нас может обойтись. Потому что они, естественно, подговорили того человека, знали, что там происходит, и не двоих их привели, потому что договоренность была. Если бы не было договоренности, они бы двоих их привели. Говорят, вот, мы их застегли. Таких, Боисей, говорит, побивать камнями таких, как и сказано в нашем законе. И того, и другого. Он мог написать, а где же второй? А где же второй? Они посмотрели, да, действительно все знают. И он пишет, может быть, им, а второго такого-то имя приведите, пожалуйста. Посмотрели. Представляете? Он же не просто писал. Тут же всевозможные варианты домыслить о том, что там происходило, много. Но тем не менее. Взрослые посмотрели, и все разошлись. Кто помладше, позже разошлись. Все до одного разошлись. И потом поднялся, ей, говорит, женщине в застегнутой прелюбодеянии, говорит, где твои обвинители? Никто тебя не обвинил? Спрашивает у нее. Где? И в том, второй вопрос задает тут же. Никто тебя не обвинил? Говорит, нет. Говорит, и я тебя не обвиняю. И на этом не просто закончила мысль, а дальше говорит, и я тебя не осуждаю, не обвиняю. Не осуждай. Но впредь иди и больше не греши. Потому что Божья любовь, она всегда покрывает. Она не просто осуждает. Она покрывает для чего? Для того, чтобы восстановить этого человека. Как личность. И чтобы он больше впредь никогда не грешил. Понимаете? Потому что в Ветхом Завете в 9 главе книги Батия написано «И благословил Бог Ноя и детей его». Да? Троих. И Афета. В том числе и Хама. И потом, когда узнал, Ну и что сделан с самой младшей, проклял кого? В кого? Сына Хама. Хама не мог проклясть. Хама не мог проклясть. Правильно ответ Виктор замечает. Почему? Потому что то, что Бог благословил, то человек уже не может проклясть. Он проклял сыновей Хама. А почему? Потому что те двое, которые зашли спиной, они покрыли отца чем? Покрывало. Ну, не важно. Покрыли его. Это прообраз того, что мы обязаны грехи чьи-то покрывать любовью, чтобы они были невидимы. Для чего? Не просто скрывать их. Нет. Дело не в сокрытии грехов. Человек, который совершил грех, и нам стало известно, это вовсе не значит, что я вышел на улицу или в церковь всем рассказывал. Вы знаете, я знаю, что тот-то согрешил. Напротив. Если я это узнал, и он кается в этом, я ему говорю, понимаешь, это нехорошо. Не должно так быть. Иисус пострадал. Он дал, не осудил ее, но он сказал ей, иди впредь, не греши. Я поэтому тебя очень прошу. Да, я никому не скажу, но ты покаясь, сесть ко мне перед Богом. Я верю, что ты покаешься, и Господь восстановит тебя. Потому что это покрытие нужно прежде всего, знаете, для чего? Для восстановления его. Когда мы покрываем любовью, тогда человек восстанавливается. желательно становиться. Да, у него другое отношение, понимание, отцовской любви. У нас не всегда и хватает еще полноты этого понимания, что Бог пришел, чтобы не осудить мир. Понимаете? Я не пришел, чтобы осудить мир. Он пришел, чтобы отдать, пострадать, чтобы мы были искуплены дорогой ценой. И поэтому, как вновь в Ветхом Завете, так и эта грешница застегнутая, нам пример того, что Бог хочет всех спасти, в том числе и тех, кто писал, вернее, кто привел ее. Потому что они привели не из лучших побуждений, а чтобы уловить его. Как же он ответит нам? Таких же нужно побивать. Говорит, что проповедует, говорит все, а как он здесь из этой ситуации выйдет? Вот так и вышел. Потому что написал, что нужно написал. Потому что то, что он написал, они в результате этого разошлись многие. Потому что он был не просто пишущий пальцем, он был пророк, он все знал. И мы, так же, как и Господь Иисус, должны покрывать людей любовью, не заниматься попульстительством. Я же такой добренький, все остальное. Ну и делает то же самое. Курил так, кури, пил так, не, 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 ни в коем случае. Напротив. Помочь ему, даже если надо, давай возьмем свой пост. Давай, может быть, на консультацию сходишь к пастырю. Давай, может быть, еще какие-то есть моменты, связанные с тем, что человек должен получить освобождение от запинающего греха, греха, какой-то другой там грех у него. Но когда человек получает освобождение им, тогда он становится истинно свободным. А именно свобода, когда приходит в его жизнь, она приходит через Божью любовь, через Божие откровения, что Бог, Он действительно есть любовь. Он хочет, чтобы мы ходили в любви и в святости. Давайте посмотрим еще один стих. Римлянам, 8 глава, 35-36 стих. Классный, мне очень нравится в этот момент. Римлянам, 8, 35-36. Кто отлучит нас от любви Христовой? Скорбь или притеснение, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя нас умиршляют целый день, нас считают за овец на заклание. Но во всем этом превозмогаем через возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакое другое творение не сможет отлучить нас от любви Божьей, которого Христе Иисусе, Господи наш. То есть, за тебя нас умиршляют целый день. Речь идет о том, что да, Царство Божье, которое внутри нас есть, оно подвергается воистину насилию. За тебя нас умиршляют каждый день. Потому что Царство Божье это не пища и питье, а праведность, мир и радость Духе Святом. Если они еще это не понимают и не видят этого, то, конечно, у них возникают многие сложности во взаимоотношениях с верующими христианами. Они всегда в шаломе, всегда в мире, всегда у них все в порядке, все нормально. Еще один стих. Их много стихов. Откровение 2.10. С 9 стиха лучше начать. Почему? Потому что здесь написано, что Англосцерковь Смирь не напишет. Так говорит первый и последний, который был мертв и ожил. Знаю дела твои и страдания, и нищету, но ты богат, и поношение тех, поношение, хула, ганьба, ганьблэння, наорога, агула, богохульство, блюзнирство, святотатство, лыхосливье и поношение тех, которые называют себя иудеями, но они не таковы, а сборище сатаны. Не бойся ничего, что тебе предстоит претерпеть. Вот дьявол намерен увергнуть некоторых из вас в темницу. Это разве не насилие физическое, которое увергает людей за веру их в темницу, в тюрьму. Чтобы вы были испытаны и будете страдать дней десять, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо пусть слышит, что дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от смерти второй. Ты хочешь почитать вот эти стихи? Ну вот. Ну возьми стул, подойди сюда, сядь. Дело все в том, что есть дословный перевод. Глина, так же, как я исследовала это местописание. Здесь просто ее почерк и мне очень ее почерк сложно разобрать. Это взято было из World Study Bible. Это значит доктора Спироса. Не комментарий его, а толкование греческих слов доктора Спироса. Возьми, пожалуйста. Ну это было просто перевод с английского, тут много значений. Да, толкование вот доктора Спироса и с номерами Стронга. Значит, вот это вот слово Биажо, 971 номер Биажо. Вот какие у него есть значения. Пересиливать. Значит, первое это пересиливать, брать вверх, подавлять. Второе принуждать, приводить в движение. Третье бросаться, мчаться, нестись. Необдуманно бросаться в какое-то предприятие, стремительно тащить, увлекать. Это вот к тому слову, что силою, то, как в Синаидальном сказано, силою берется, да? Вот об этом слове идет речь. Матфея 11-12, там сам же Спирос к этому месту писания вот такое дает толкование. Используется в пассивной форме медиального, то есть среднего значения. То есть Царство Божье находится под воздействием, на которое организуется с рвением и поспешностью воздействия. Это нечтательно обдуманное действие в том, как к этому могут отнестись не совсем благоприятно. например, ваши домашние. То, о чем сейчас Валерий Александрович говорил, что Матфея 10-36 и враги человека домашние его. То есть то Царство Божие, которое внутри вас есть, праведность, мир, шалом, радость, ну вы знаете, при этих всех столкновениях даже через домашних часто это крадется, насилуется. Но ничего, это все предусмотрено Господом, что мы это преодолеем его силой. Дальше, в этом же так сказать столковании этого слова значение, что человек заставляет себя захватить, завладеть царством, его собственной энергией, как если бы царство могло бы быть взято как что-то, может быть, схвачено рукой, то есть в переносном смысле в чьих-то человеческих возможностях человеческой власти, понимаете? То есть сила здесь, вот мы с братом сейчас наперед говорили, здесь значение это слово не о силе Духа Святого даже, не о силе там Дунамист, понимаете? А о силе вот такой вот физической, такой вот, которую можно охватить рукой. То есть и в плане того, что это, то есть в возможностях человеческих и его силы физической, естественной. Мы видим это в наши дни, как люди ревностно и дерзко, то есть или легкомысленно выходят вперёд к алтарю, чтобы принять Христа без переживания истинного покаяния грехов и не принимая во внимание цены их покаяния. Вот. И Матфея 16, 24, 28 говорится о цене следования за Христом. В том числе Иисус говорит, что кто не берёт своего креста и следует за мной, тот не может быть моим учеником. Дальше вот тоже Луке 16, 16 употребляется тоже это слово и подразумевает бессмысленное, необдуманное рвение, с которым благая весть была захвачена или схвачена Харпаза, слово здесь захват. Та же слово захват этот Харпаза, то есть хватают его в Матфея 11, 12, то есть в каком смысле? В агитационном состоянии человеческой души и его разума, в этом состоянии подвергшихся агитации человеческих умов. Дальше еще 973 номер стронго значит биастес как бы производная тоже от этого же слова тут более тоже подробно значит страдать от насилия, спешить, вербовать насильно без соответствующих мыслей и покаяния. Насильник, человек, применяющий силу, но также тот, кто спешит, присвоит что-то, что выглядит хорошим без соизмерения условий для выполнения таких действий. Ну, то, о чем уже говорили. И в Матфея 11, 12, это обращено к тем, кто услышал проповедь Иоанна Крестителя и пришли к нему, чтобы креститься без истинного покаяния в их грехах. Они, должно быть, сказали себе, нужно поспешить креститься, нужно принять преимущество через выражение физического акта крещения. Но они никогда не покаялись и не приняли Христа. Они ринулись в царство, так как они были беастой, насильники, теми, кто ускоренно прокладывают себе путь. Поэтому они говорят, схватим, захватим царство, то есть захватывают добычу, это слово хапраза, это харпаза, прошу прощения, переводится как захватывать добычу, грабить добро, вырывать, пользуйся случаем. Это слово обозначает открытый, публичный акт насилия, грабежа в откличии от скрытого воровства. В пользу сосна, что-то быстренько туда. Да, ну и вот это вот слово, оно тут приводится в местописание, где оно еще используется. Вот, то есть использование силы против кого-то в открытую, можно сказать наглую. А иногда это слово используется в значении вот в сестре восхищения, вознесения, то есть рабчи на английском, да. Вот в этом случае, в этом смысле это слово используется в деяниях 8.39, 2 Коринфянам 12.2.4, пела Фессалонки 4.17, Вскровение 12.5. Они могут захватить своей собственной энергией, но они не спасены до тех пор, пока они не покаются, уверуют и примут Иисуса Христа. Это сказано теми, кто имеет неистовое желание к чему-либо. Вот, то есть об этом, как говорится, в Матфея 11.12 подтверждается. То есть у них было неистовое желание, они действительно пришли, вот, чтобы это схватить, благо, как они понимали, что это благо, но условия, которые перед ними ставились и вообще, как говорится, решили это вероломно нарушить. Все, спасибо. В Иеремии в заключении хочу сказать написаны такие слова. 9 глава 23-24 стих. Так говорит Господь, да не хвалится мудрою мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатой богатством своей, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что разумеет и знает меня. Помните слова Иисуса сказал, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Если он знает меня, и если я знаю его, то мы знаем друг друга. И наша цель, наша задача, чтобы именно познать его, чтобы мы имели личное с ним отношение, чтобы мы знали, какой он имеет в отношении нас волей и план, чтобы мы были воистину вводимы Духом Святым, чтобы мы получать моли Рема в любое время от его откровения, то, что он хочет, чтобы мы делали, сказали или поступили, написано, что я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне. Что благоугодно ему? Но хвалящийся хвалить тем, что разумеет и знает меня. Ибо только это благоугодно мне. Пророк Иеремия говорит, и мы, когда фокусируем свое внимание на эти сказанные слова, что именно благоугодно Господу? Тот, кто разумеет и знает меня. Вот ему, что благоугодно. Говорит Господь, вот, что благоугодно познать его, исполнить волю его. мы в перерыв, по-моему, говорили с вратом, я не знаю, сколько время осталось, Саша, сколько время осталось? 20 минут, еще есть время, слава Богу. Говорили об очень важном моменте, связанном с заветом из заповедей Господней, когда Он говорил, творите сие в мое воспоминание. Это заповедь Божия. Когда мы совершаем Евхаристию, то есть хлебопреломление, когда мы совершаем причастие, по-другому, будем так говорить, причастие. Когда мы приобщаемся к чему? К телу и крови Господней. К телу и крови, когда мы приобщаемся. Я бы, вы знаете, честно говоря, я бы всего сейчас в данный момент не поднимал этот аспект нашего учения сегодня, беседы. Если не так давно мне был интереснейший сон, и в этом сне Господь мне прямо дал определение, что такое причастие. Я не буду давать, потому что это личное мое откровение, которое от него получило, что такое причастие. Но я понимаю, почему Господь уделяет особое внимание, особое значение вопросу хлебопреломления, причастия. Потому что Он говорил, что если вы хотите иметь часть во Мне, то вы будете принимать и хлеб, то есть есть мое тело и принимать мою кровь. Но что интересно, что народ Божий не старается вникнуть глубоко в содержание, смысловое держание всех слов, всех этих стихов, которые содержат, стихи, которые содержат, говорят о крови Иисуса и о теле Господнем. Мало из нас, которые посвящают время для того, чтобы провести очень скрупулезное исследование словам по всему Новому Завету. Кровь Христа или кровь Господня. Что такое кровь? Значение крови. Почему мы искуплены именно кровью? Мы это все это знаем, но именно что Новый Завет говорит о крови. Дело все в том, что я обращу внимание только вас на одно местописание, это 11 глава 1 послания к Коринфянам, где говорится о вечере Господней. Наталья Владимировна, я перезвоню вам позже. 11 глава 1 послания к Коринфянам. 23 говорит, ибо я принял от Господа то, что я передал вам, что Господь Иисус в ту ночь, в которую был предан, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, ешьте, это тело мое за вас сломимое, делайте это в мое воспоминание. Также и чашу после вечера говоря, эта чаша есть новый завет в моей крови, делайте это всякий раз, когда будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда едите этот хлеб и пьете эту чашу, смерть Господню возвещаете, пока он придет. Поэтому, кто будет есть этот хлеб или пить чашу Господню недостойно будет виновен против тела и крови Господней. К слову, недостойно сделать сноску греческое аважиас недостойно, незаслуженно, невыправданно, неоправданно. Неоправданно. 28 стих. Да испытывает себя самого человек и таким образом пусть ест от хлеба и пусть пьет из чаши. Ибо кто ест и пьет недостойно, дальше интересное слово идет, не различая тела Господнего, тот ест и пьет себе осуждение. Что значит не различая тела Господнего? Диокрина греческое слово. Разрезнятый, ведрезнятый, распизноватый, веделятый, ведокремлеватый. Дело в том, что мы, когда принимаем хлеб, мы принимаем не просто еду какую-то, чтобы насытиться. Мы принимаем опреснаки, как правило. Бесквасный хлеб принимаем, как тело Господне. И мы должны понимать, что это не просто еда, это есть тело его. Мы должны отличать, различать, ведрезнятый, украинскую мову. Обыкновенный хлеб, обыкновенную еду, обыкновенную пищу от тела, которое мы принимаем во время вечери, украинскую мову, вечери. Не различая тело Господня, тот ест и пьет себе осуждение. Что он ест и пьет себе осуждение? Ну, если кого-то из вас сейчас спросить. Ну, что такое осуждение? Как вы понимаете слово осуждение? Скажу вам. Греческое слово крима переводится не только как осуждение, а первое значение этого слова это вырак или другими русским словом приговор. Это осуд, осуждение, осуджение, засуджение. Это проклятие. Тот кто ест и пьет недостойно, тот пьет себе приговор. Тот кто ест и пьет недостойно, тот пьет себе осуждение. Тот кто ест и пьет недостойно, тот пьет себе что? Проклятие. Потому что он говорит, из-за этого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Если он хлеб, тело Христово и кров пьет недостойно недостойно не рассуждая не различая не понимая что он делает поэтому то немало из вас немощны больны и немало умирает ибо если вы сами себя осудили то не были бы судимы а будучи судимы наказываемся господом чтобы не быть осужденными с миром поэтому братья мои собираясь на вечер ожидайте друг друга а если кто голоден пусть из дома чтобы вам собираться не на суждение прочее же устрою когда приду он говорит апостол павел о важности осознанного отношения к причастию к хлебопреломлению потому что кровь господня это уникальнейшая кровь это необыкновенная кровь это необычная кровь это святая кровь 10 глава 28 29 стих послание к евреям говорит запишите тот кто за отверг закон моисеев слышите двадцать восьмой стих 10 главы тот кто отверг закон моисеев на основании показаний двух или трех свидетелей без милосердия карается смертью слышать он делал сначала такой автор послания отступления отвергший закон моисеев на основании показаний без свидетелей двух или трех свидетелей без милосердия карается чем смертью и дальше говорит слова в двадцатом стихе то сколь тягчайшего наказания вдумайтесь вы будет заслуживать тот кто попрал сына божьего и кровь завета который был освящен почитал обыкновенной и духа благодати обидел то сколь тягчайшего наказания вдумайтесь вы будет заслуживать тот кто эту кровь почитал обыкновенной кто попрал сына божьего и духа благодати обидел то сколь тягч там смертью крается на основании показаний двух и трех свидетелей что закон закон отверг моисеев а тут он приводит пример строите кто попрал сына божьего кто кто же завета почитал обыкновенной кто духа благодати обидел это очень очень сильный стих во всем новом завете если мы будем вдумываться о том что то сколь тягчайшего наказания вдумайтесь вы будет заслуживать тот кто попрал сына божьего слова попрал кстати и сноска попрал растоптывает у переносном значение знавожатый никто вот и переступатый кто просто-напросто пренебрег евангелием новым заветом учением иисуса христа самим сыном божьим пренебрег я своими делами буду заниматься там еще погуляю а потом уж подумал покаяться мне не покаяться вот как временная ноя людей строили покупали продавали женились замуж выходили потом придет время мы не знаем когда будет возвращение господа мы видим признаки многие последнего времени но мы всегда должны быть готовы в любое время чтобы нам быть мудрыми хотят те тоже задремали тоже заспали помнить потом разбудил их голос поэтому он говорит бодрствуйте и молитесь чтобы не войти нам в искушение многое еще есть мест писания которых я хотел бы обратить ваше внимание которые имеют действительно судьбоносное значение в жизни верующего каждого верующего и о причастие и понимание сознание и святости и мире шаломе чтобы мы ходили пребывали ходили в истине чтобы познавали приближались к нему потому что в семнадцатой главе евангелия от иоанна когда умолился в гефсиманском саду в третьем стихе написаны замечательнейшие слова сейчас я завершу сегодняшний цикл наших занятий его словами иоанна 17 3 евангелие от иоанна 17 3 с первого стиха и произнеся это иисус возил очи свои к небу и сказал отче пришел час прослав сына твою чтобы и сын твой проставил тебя это 17 глава евангелия от матпея от иоанна прошу прощения так как ты дал ему власти над всякой плотью чтобы всем кого ты дал ему он дал им жизнь вечную это же есть жизнь вечная это же есть жизнь вечная чтобы они познавали по тебя здесь интересно очень залог чтобы они познавали бы тебя единого истинного бога и послана тобой иисуса христа то есть мы будем познавать как здесь на земле так и в вечности это и есть жизнь вечная чтобы они познавали тебя вот это вот что называется буквальный перевод то что содержит оригинал не просто знали тебя чтобы они познавали тебя каждый день приближаясь к тебе имея личное взаимоотношение потому что нет ничего важнее чем ходить всегда с иисусом быть вадимым духом святым познавать его знать его или имеет уже об этом говорил это угодно богу чтобы он сказал войди в радость господина твоего кстати там в луке и в матфея там нет слов там я знал что ты же к жестокий там совершенно другое слово бог не может быть жестоким жестокий это лишь умной любви там совершенно другое слово в одном случае там строгий в другом случае суровый можно быть строгим но справедливо взыскивающим понимаете твердым непоколебимым но он любящий но строго взыскивающий за за что за грехи если человек отступает он взыскивал с народа израильского бог есть любовь бог есть любовь поэтому я всех благословляю верю что мы завтра с вами встретимся на заключительную сессию я специально я подготовлю для нее очень важные ключевые стихи закрепляющие закрепляющие ободряющие что вы помнили что священное писание это не просто писание то не конечно читаете любите слово божье и даже этот синодальный который нас имеете имеете мы радуемся радуемся потому что 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 имеем то имеем но бог приготовил нечто лучшее чем больше мы будем молиться тем быстрее мы будем иметь то нечто лучшее аминь все благословение вам до завтра